Есть несколько историй. Есть история официальная, есть история неофициальная, есть история как наука. История официальная или неофициальная не является наукой. Она является идеологическим каркасом, на который нанизывается то, что называется мифология нации или мифология нации строительства. Каждая нация имеет свою мифологию, которая не совпадает с реальными фактами или которой можно оспорить какими-то нюансами понимания того, что происходило в истории. Но официальная историческая линия обязательно должна быть у каждой нации, которая претендует на какую-то позицию в мире, в политике и так далее. Да, можно верить во Второй мировой войне разные нюансы, можно по-разному относиться к 30-м годам, к коллективизации или к 37-му году. Но в целом, естественно, директивная линия на единство русской, советской и современной истории – это важнейшая вещь. Единый учебник истории, единой концептуальной линии совершенно не отрицает возможности, на мой взгляд, читать Солженицына, который дает иную историю, или читать другие книги, которыми, слава богу, заполнены пока еще наши магазины. Я надеюсь просто, что эта официальная линия не станет единственно верной, как это было в советское время. Она просто будет официальной позицией государства, а труды всех остальных, ревизионистов или ученых, не прекратятся и не будут подогнаны, как это было в свое время, с историческим материализмом и с диалектическим материализмом, под единственную верную концепцию, которая была единственной верной, потому что она истина. Вот такой позиции, естественно, быть не может. Но единый учебник истории – это абсолютно правильный подход и необходимо, как говорил Плеханов, монистический взгляд на историю. В данном случае это верно.